О жизни архиепископа Луки Архиепископ Лука в миру Валентин Феликсович Война-Ясенецкий родился в Керчи 27 апреля 1877 года в семье аптекаря. Отец его был католиком, мать православной. По законам Российской империи дети в подобных семьях должны были воспитываться в православной вере. Он был третьим из пятерых детей. В Киеве, куда семья переехала впоследствии, Валентин окончил гимназию и рисовальную школу, собирался поступать в Петербургскую академию художеств, но по размышлении о выборе жизненного пути решил, что обязан заниматься только тем, что полезно для страдающих людей, и избрал вместо живописи медицину. Однако на медицинском факультете Киевского университета Святого Владимира все вакансии были заняты, и Валентин поступает на юридический факультет. На какое-то время влечение к живописи снова берет вверх. Он едет в Мюнхен и поступает в частную школу профессора Книрра, но через три недели, затасковав по дому, возвращается в Киев, где продолжает занятия рисованием и живописью. Наконец Валентин осуществляет свое горячее желание быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных медицинской помощью, и поступает на медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира. Он учится блестяще. На третьем курсе, пишет он в мемуарах, произошла интересная эволюция моих способностей. Умение весьма тонко рисовать и любовь к форме перешли в любовь к анатомии. В 1903 году Валентин Феликсович закончил университет. Невзирая на уговоры друзей заняться наукой, он объявил о своем желании всю жизнь быть мужицким земским врачом, помогать бедным людям. Началась русско-японская война. Валентину Феликсовичу предложили службу в отряде Красного Креста на Дальнем Востоке. Там он заведовал отделением хирургии в госпитале Киевского Красного Креста Читы, где он познакомился с сестрой милосердия Анной Ланской и обвенчался с ней. В Чите молодые супруги прожили недолго. С 1905 года по 1917 воина Есенецкий работает в городских и сельских больницах Симбирской, Курской и Саратовской губернии, а также на Украине и в Переславле-Залесском. В 1908 году он приезжает в Москву и становится экстерном хирургической клинике профессора Дьяконова. В 1916 году Валентин Феликсович защитил докторскую диссертацию «Регионарная анестезия», о которой его оппонент, известный хирург Мартынов сказал. «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации обычно пишутся на заданную тему с целью получения высших назначений по службе, и научная ценность их невелика. Но когда я читал вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, который не может не петь, и высоко оценил ее». Варшавский университет наградил Валентина Феликсовича премией имени Хайнацкого за лучшее сочинение, пролагающее новые пути в медицине. С 1917 года по 1923 он работает хирургом в Новогородской больнице Ташкента, преподает в медицинской школе, преобразованной затем в медицинский факультет. В 1919 году от туберкулеза умирает жена Валентина Феликсовича, оставив четверых детей – Михаила, Елену, Алексея и Валентина. Осенью 1920 года воина Есенецкого приглашают возглавить кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии, открывшегося в Ташкенте Государственного Туркестанского университета. Избирают профессором. В это время он активно участвует и в церковной жизни, посещает заседания Ташкентского церковного братства. В 1920 году на одном из церковных съездов ему было поручено сделать доклад о современном положении в Ташкентской епархии. Доклад получил высокую оценку епископа Ташкентского Иннокентия. «Доктор, вам надо быть священником», – сказал он воина Есенецкому. «У меня не было и мысли о священстве», – вспоминал владыка Лука, – «но слова преосвященного Иннокентия я принял как Божий призыв архиерейскими устами» и, минуты не размышляя, ответил, – «Хорошо, владыка, буду священником, если это угодно Богу». В 1921 году Валентин Феликсович был рукоположен в Диаконы, а через неделю, в День Сретения Господня, преосвященный Иннокентий совершил его рукоположение в Иерее. Отец Валентин был определен в Ташкентский собор с возложением на него обязанности проповедовать. В священном сане воина Есенецкий не перестает оперировать и читать лекции. В октябре 1922 года он активно участвует в первом научном съезде врачей Туркестана. Волна обновленчества 1923 года доходит и до Ташкента. Епископ Иннокентий покинул город, не передав никому кафедру. Тогда отец Валентин вместе с протоиереем Михаилом Андреевым приняли управление епархией, объединили всех оставшихся верными священников и церковных старост и устроили с разрешения ГПУ съезд. В 1923 году отец Валентин принимает монашеский постриг. Преосвященный Андрей, епископ Ухтомский, намеревался дать отцу Валентину при постриге имя целителя Пантелеимона, но побывав на литургии, совершенной постригаемым, и послушав его проповедь, остановился на имени апостола, евангелиста, врача и художника святого Луки. 30 мая того же года иеромонах Лука был тайно хиротонисен воепископа в церкви святителя Николая Мерликийских города Пенджикенда, епископом Волховским Даниилом и епископом Суздальским Василием. На хиротоне присутствовал сынный священник Валентин Свинцицкий. Преосвященный Лука был назначен епископом туркистанским. 10 июня 1923 года епископ Лука был арестован как сторонник патриарха Тихона. Ему предъявили нелепое обвинение с ношения с оренбургскими контрреволюционными казаками и связь с англичанами. В тюрьме ташкентского ГПУ владыка Лука закончил свой впоследствии ставший знаменитым труд очерки гнойной хирургии. В августе его отправили в московское ГПУ. В Москве владыка получил разрешение жить на частной квартире. Служил с патриархом Тихоном литургию в церкви Воскресения Христова в Кадашах. Святейший подтвердил право епископа туркистанского Луки продолжать заниматься хирургией. В Москве владыку снова арестовали и поместили в Бутырскую, а затем в Таганскую тюрьму, где владыка перенес тяжелый гриб. К декабрю был сформирован восточно-сибирский этап, и епископ Лука вместе с протоиереем Михаилом Андреевым были отправлены в ссылку на Енисей. Путь лежал через Тюмень, Омск, Новониколаевск, нынешний Новосибирск, Красноярск. Арестантов везли в Столыпинских вагонах, а последнюю часть пути до Енисейска, 400 километров, в лютую январскую стужу им пришлось преодолеть на санях. В Енисейске все оставшиеся открытыми церкви принадлежали живоцерковникам, и епископ служил на квартире. Ему разрешили оперировать. В начале 1924 года, по свидетельству жительницы Енисейска, владыка Лука пересадил почки теленка умирающему мужчине, после чего больному стало легче. Но официально первой подобной операцией считается проведенная доктором Вороновым в 1934 году пересадка почки свиньи женщине больной уремией. В марте 1924 года епископа Луку арестовали и отправили под конвоем в Енисейскую область, в деревню Хая на реке Чуне. В июне он снова возвращается в Енисейск, но вскоре следует высылка в Таруханск, где ладыка служит, проповедует и оперирует. В январе 1925 года его высылают в Плахино, глухое место на Енисеи за Полярным кругом. В апреле переводят снова в Таруханск. По окончании ссылки владыка возвращается в Ташкент, поселяется в домике на Учительской улице и служит в церкви преподобного Сергия Радонежского. 6 мая 1930 года владыку арестовывают по делу о смерти профессора медицинского факультета по кафедре физиологии Ивана Петровича Михайловского, застрелившегося в невменяемом состоянии. 15 мая 1931 года, после года тюремного заключения, был вынесен приговор без суда. Ссылка на три года в Архангельск. В 1931-1933 годах владыка Лука живет в Архангельске, ведет амбулаторный прием больных. Вера Михайловна Вальнева, у которой он жил, лечила больных самодельными мазями из почвы, катаплазмами. Владыку заинтересовал новый метод лечения, и он применил его в условиях больницы, куда устроил на работу Веру Михайловну. И в последующие годы проводил многочисленные исследования в этой области. В ноябре 1933 года митрополит Сергий предложил Преосвященному Луке занять свободную епископскую кафедру, однако предложение владыка не принял. Пробыв недолго в Крыму, владыка возвратился в Архангельск, где принимал больных, но не оперировал. Весной 1934 года владыка Лука посещает Ташкент, затем переезжает в Андижан, оперирует, читает лекции. Здесь он заболевает лихорадкой Папатачи, которая грозит потерей зрения. После неудачной операции он слепнет на один глаз. В этом же году, наконец, удается издать очерки гнойной хирургии. Он совершает церковные службы и руководит отделением Ташкентского института неотложной помощи. 13 декабря 1937 года новый арест. В тюрьме владыку допрашивают конвейером 13 суток без сна с требованием подписать протоколы. Он объявляет голодовку 18 суток, протоколов не подписывает. Следует новая высылка в Сибирь. С 1937 года по 1941 владыка жил в селе Большая Мурта Красноярской области. Началась Великая Отечественная война. В сентябре 1941 года владыка был доставлен в Красноярск для работы главным хирургом и консультантом Красноярского Ивакогоспиталя для тяжелораненых. В 1943-м преосвященный Лука становится аркиепископом Красноярским. Через год его переводят в Тамбов аркиепископом Тамбовским и Мичуринским. Там он продолжает медицинскую работу на его попечении 150 госпиталей. В 1945 году была отмечена пастырская и врачебная деятельность владыки. Он удостаивается право ношения бриллиантового креста на клобуке и награждается медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В феврале 1946 года аркиепископ Тамбовский и Мичуринский Лука стал лауреатом Сталинской премии первой степени за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах очерки гнойной хирургии и поздней резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов. В 1945-1947 годах им закончена работа над эссе «Дух, душа и тело», начатое в начале 20-х годов. 26 мая 1946 года Преосвященный Лука, несмотря на протесты Тамбовской паствы, переведен в Симферополь и назначен аркиепископом крымским и симферопольским. 1946-1961 годы были всецело посвящены архипастерскому служению. Болезнь глаз прогрессировала, и в 1958 году наступила полная слепота. Однако, как вспоминает протоиерея Евгений Варшавский, даже такой недуг не мешал владыке совершать божественные службы. Архипископ Лука входил без посторонней помощи в храм, прикладывался к иконам, читал наизусть богослужебные молитвы и Евангелие, помазывал елеем, произносил проникновенные проповеди. Ослепший архипастер также продолжал управлять Симферопольской епархией в течение трех лет и иногда принимать больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами. Скончался преосвященный Лука 11 июня 1961 года в День всех святых в земле российской просиявших. Похоронен владыка на городском кладбище Симферополя. В 1996 году Святейшим Синодом Украинской Православной Церкви Московского Патриархата было принято решение о причислении высокопресвященного архиепископа Луки к лику местночтимых святых, как святителя и исповедника веры. 18 марта 1996 года состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые 20 марта были перенесены в Свято-Троицкий кафедральный собор Симферополя. Здесь 25 мая состоялся торжественный акт причисления высокопресвященного Луки к лику местночтимых святых. Отныне, каждое утро в 7 часов в кафедральном Свято-Троицком соборе Симферополя совершается акафист святителю у его раки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...